Что Он истинно Спаситель мира Христос! Слава Тебе, Господи! Слава Тебе! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Из поучений Святаго Иоанна Златоустого на книгу Бытия. Итак, Писание говорит, Иосиф был 30 лет, когда предстал фараону. Не подумаем, что число лет здесь показано без цели. Это для нашего разумления в том, что ни для кого не может быть извинителем нерадения добродетели, что никому нельзя ссылаться на юность там, где должен показать добродетель. Вот Иосиф был не только юн, но и благообразен, и красив лицом. Случается, что и юность бывает лишена телесной красоты, а он с юностью соединял и красоту лица, и благообразие, и, будучи почти в самом цветущем возрасте, сделался рабом и пленником. Так как сказано, что 17 лет он был отведен в Египет. Потом в самом пылу его юношеского возраста нападает на него непотребная египтянка, ставшая его госпожою, но и при этом она не преодолела твердости праведника. Далее темнеется, и в ней столь долговременное страдание. Но он прибыл тверд, как адамант, не только не ослабевая, но еще более и более приобретая силы, потому что он имел укреплявшую его благодать свыше. И так как он сам со своей стороны исполнил свой долг, то и вызваны стемницы для управления всем Египтом. Слыша это, никогда не будем унывать в скорбях и увлекаясь своими помыслами. Не будем предаваться отчаянию, но, имея большое терпение, будем питаться надеждой, зная, благое о нас промышление Господа, который не потому попускает нам испытывать скорби, что оставляет нас, но потому, что желает за подвиги увенчать нас светлым венцом. Так достигли славы все святые. Поэтому и апостолы говорили, многими скорбями надлежит нам мотив Царствия Божия. Деяние 14.22. И сам Христос сказал ученикам, «В мире будете иметь скорбь». Иоанна 16.33. Не будем же слишком сетовать о скорбях, но послушаем Павла, который говорит, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофея 3.12. Не будем не смущаться духом, не унывать, но будем переносить с твердостью и терпением все напасти, обращая внимание не на скорби, но пользу отсюда происходящую, потому что тут есть духовное благоприобретение. Как желающие собрать богатство, занятые житейскими выгодами, не иначе могут умножить свое достояние, как испытывая множество опасностей на суше и на море, неизбежно подвергаясь поздним и нападениям воров и разбойников. И однако охотно готовы бывает переносить все это в ожидании прибыли, вовсе не чувствуя ничего тяжелого. Так и мы должны радоваться и веселиться, помышляя о собираемом таким путем богатстве и духовном приобретении и смотреть не на видимое, а на невидимое, как это внушает Павел, говоря. Мы смотрим не на видимое, но на невидимое. 2 Коринфянам 4.18. Вера в том и состоит, когда мы недовольствуемся только тем, что видим телесными глазами, но очами ума созерцаем невидимое. И это мы должны считать более достоверным, нежели то, что видим телесными глазами. Так благоугождал Богу патриарх Авраам, поверив обетованию Божию, и став выше естества и всех человеческих помыслов. И это вменилось ему в праведность. Знай, что правда и состоит в веровании словам Божьим, когда он изрекает свои обетования, то не испытуя их, прошу, по человеческим соображениям, но становясь выше обыкновенных помыслов, твердо уповая на всемогущество давшего обетования. Так благоугождал каждый из мужей праведных. Так и дивный этот Иосиф, когда после его сновидений возникли столь великие, для него искушения не смущался, не предавался страху, но с твердостью духа все переносил мужественно, зная, что невозможно божественному намерению остаться без исполнения. Зато после рабства, после темницы и после такой жестокой клеветы он получил власть над всем Египтом. Размышляя обо всем этом, будем благодушно встречать напасти за все благодаря человеколюбца Бога и от Него ожидая помощи, которой и досподобимся всем мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и присно и во веки веков. Аминь.